Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и второй бета-тест Racing Master подходит к концу. Остался буквально один день, чтобы еще насладиться немного игрой. Надеюсь, в этом ролике мне удастся попасть на ночные трассы, где будут у нас лужи, дождь и абсолютно другая атмосфера. И там можно будет немножко оценить максимальный графон, потому что будет куча отражений. И заодно я посмотрю, смогет ли мой iPhone 13 Pro Max с этим справиться. Что ж, давайте прокатимся. Последние два трека, наверное. Прокачусь я на Porsche Taycan Turbo S, а также на тачке, которую нам предоставили на седьмой день вхождения в игру. Это, конечно же, Chevrolet Corvette C8, насколько я знаю, а может быть Stingray? Нет, по-моему, Stingray C8. Ну, сейчас, когда у нас предоставится выбор тачек, я как раз-таки покажу вам ее. Итак, где у меня она? Где у меня эта красотка? Вот она у меня, эта красотка. Да, Corvette C8. Вот так вот он выглядит. Но начнем мы, пожалуй, с Taycan Turbo. Это действительно годная тачка, которая себя вполне хорошо ведет на любом треке. Мне она понравилась. На Android я ее прокачал полностью. На iPhone, к сожалению, валюты просто не хватило. Итак, Tokyo. К сожалению, без дождя у нас трасса, но именно с этой трассы началась у меня вторая бетка и первый ролик, который я делал. Что ж, давай прокатимся. К сожалению, Lamborghini Aventador я не смог открыть, и разработчики в этот раз не выдали все тачилы на тест, но может быть... Так как видео я записываю 20 октября, а заканчивается бетка 21-го, может быть 21-го как раз-таки они предоставят все оставшиеся тачки, блин. Царапаю все равно я тут стенушки. Так, чувак уехал. Что хочу сказать по бетке? Итоги бетки. Конечно, эта бетка получилась неоднозначной, урезанной и оставила смешанные эмоции. То есть, первоначально, когда я игру только установил, запустил такой, смотрю, ну графон вроде бы не это, не сильно у нас подрос. Блин. Сейчас буду врезаться, пока буду говорить. И действительно, многие написали, что графон как будто бы урезали. Да, игра стала лучше идти, лучше себя чувствовать. У нас появились низкие настройки графики, и кто-то мне писал, что на Helio G 90, ой, 90, блин, 80, игруха на минимальных запускается и вроде как играбельно. Поэтому, если вы играли еще на каких-то устройствах, обязательно пишите, на каком Snapdragon, на каком Helio G ваш смартфон. Это будет полезно для тех, кто будут смотреть этот ролик. А я бы, наверное, если искал как раз-таки, на каком устройстве игруха будет поддерживаться, то обязательно бы читал комментарии. Спасибо всем, кто отписал уже по поводу этого. И спасибо человеку, который единственный вот нашелся и сказал мне, Флик, удалили всех, потому что бетка официально завершилась. Типа, ничего тебя не отменяли. Вот, блин, я у всех спросил, и никто, я так понял, не догнал, что действительно бетка просто завершилась. Она была до 19-го, я так понял, числа, не до 21-го. То есть до 19-го официально бетка у нас идет, а сама игра доступна до 21-го октября. То есть вы можете просто спокойно в нее погружаться, гонять, но уже там призов, может быть, никаких не будете получать. Хотя за ежедневные входы в игру я забирал там неплохие такие моменты. Ну, блин, вот реально отражений не хватает, и графония. Первая бетка, конечно, больше эмоций вызвала, ну, потому что это было что-то реально новое. Сейчас же вторая бетка показала то, что разработчики будут, скорее всего, добавлять какой-нибудь батл пасс сюда. Валют много, но я все-таки надеюсь, что у нас здесь не будет такой жесткий прям донат. И донат в основном будет связан с косметикой. То есть вот с той золотой валютой и, конечно же, с синими жетонами, которые называются X-PAS, по-моему. Вот. Один круг у нас здесь плавненько идет. К деревьям, кстати, я вот придирался, а в Need for Speed No Limits точно такие же деревья. Но почему-то там я прям не обращаю на них внимания. Скорее всего, из-за того, что замылился глаз, и я же каждый день практически в NFS рублюсь. А тут я в новую игру захожу, и у меня сразу взгляд устремился на эти гребаные, блин, деревья, которые, ну, просто размытые. Ну и задник. Задник, конечно, здесь паршивый пока что. Особенно в Сицилии, по-моему, я гонял. К горам я прям придрался. Еще, конечно же, я придрался к воде. Вода не такая хорошая, как хотелось бы. Ну, разработчики могут как бы в рейсинг, а не в окружении. Далее я хочу, конечно же, еще поговорить про скорость. Очень много автомобилей, которые у меня находятся в классе спорт, в классе дженерик, по-моему, они все еле-еле разгоняются до 200 километров. То есть максималка здесь, точнее, даже не максималка, а средняя скорость здесь это 200 километров. И ощущается, ну, слабовато прям вот. Возможно, они это сделали для казуальных игроков ХЗ. Потому что в предыдущей бетке я жаловался, конечно, на то, что очень медленные автомобили. Но как только я прокачал класс дженерик, как спорткары прокачал, и когда уже перешел к гиперкарам, вот там я скорость почувствовал. Там действительно быстро набирается. Я, конечно же, по завершению всей бетки планирую сделать обзор игры, сравнить с первой беткой, что было там, что было здесь. Потому что материал у меня отснято и имеется. И мы посмотрим, как там набирали скорость тачки и как здесь. Ну вот, допустим, у нас Corvette C8. Вот сейчас до 200 километров я набираю, да, и все, у нас дальше уже заворот-приворот, блин. Эх, не на всех тачилах удалось покататься, конечно. Но, может быть, они еще сегодня вечером, 20 октября, дадут все-таки всем игрокам опробовать все автомобили. Может, валюту еще завезут, чтобы мы их прокачали. Но я бы очень хотел прокатиться на Вентадоре, хотя парни писали, что тачила такая себе, она не стоит особого внимания. Вот, к скорости есть претензии. То есть вы здесь, знаете, до 100 километров разогнались, поворот. Опять до 100 километров разогнались, поворот. Ну или вот до 200 километров иногда, да. Можно и до 200 разогнаться. Поребрики вот эти не ощущаются. Просто в Грид Автоспорт, который, кстати, у нас тут обновился, и появилась кастом-эдишн-версия, которая бесплатна на iOS. iOS. iOS и Android. Вот, но там, по-моему, есть какие-то ограничения. Даже в ней эти вот поребрики, вот эти вот, я имею в виду, они ощущаются, вибрации их передают, и прям вот, ну, чувствуешь. А здесь они вообще не заморочились, не сделали этого. Я вот не помню в первой части, было оно так или нет. Вот, красиво завернули. Ну вот реально, вот 100 километров набрали, поворот с дрифтом. Да, красивый дрифт иногда получается, иногда нет. Но все-таки, блин, как будто в первой бетке, то ли, может быть, скорость была как-то побольше, и ощущения были другие. В дрифт входили мы как-то тоже лучше, плавнее. По первости, я, конечно, как и сейчас, вот, врезался во всякие бордюры, во всякие стенки. К сожалению, вот не попадается мне ни один трек с дождем и лужами, к сожалению, к сожалению. Напишите в комментах, попадались ли вам такие треки. Вот, миссию мы выполнили, что-то сможем забрать, валюту различную. Так, может быть, конечно, сейчас попробовать отправиться в порт. Давайте я попробую вытащить. Lamborghini, оу, май, это Mazda RX-7. Секси, детка. Вот, но хотелось бы, конечно, Lamborghini Aventador. Красавица, красавица. Планирую сегодня еще, 20 октября, провести крайний стрим, последний. Эх, не дали. А давайте еще возьмем. Скипанем сразу. Скипанем, я сказал. Нет, не дали, короче, мне, к сожалению, Lamborghini. Ну, давайте по одной пооткрываем. Открываем, я не вижу смысла оставлять эту валюту. Бывало такое, что когда я по одному контейнеру открывал, мне выпадала тачка. Но сейчас, может быть, конечно, не выпадет нифига. Да, что-то дрянь одна выпадает. Ну, как бы не дрянь, это все покрасочные изделия и прочее, прочее. Что ж, вот такие вот у меня мысли, народ. Есть, конечно же, у нас PartStore, где мы можем вот за валюту, которую выбиваем в ранговых гонках, за нее приобретать вот эти вот Performance Pad Supply Box. К сожалению, пока за эту валюту мы не можем приобрести какие-то автомобили. Вот, далее у нас есть Custom Pads. Здесь как раз Body Kit располагаются различным. Вот есть, кстати, к великолепной Mazda RX-7. Но этим я займусь уже непосредственно на стриме, скорее всего. Что ж, народ, вот такие вот печальные, наверное, итоги второй бетки. Не этого я ожидал, конечно, ожидал большего. Но знаете, как я себя успокаивал, когда рубился во вторую бетку? Как будто мне дали второй шанс поиграть в первую бетку, где добавили какие-то немного другие автомобили, немного другие трассы. Да, все так же, типа, не в очень хорошем качестве. Это я, опять же, про окружение. Но зато с лучшей оптимизацией. И, блин, урезали, конечно, графику на iPhone 8 Plus. То есть, там уже средние настройки только. Если что, на втором канале я разместил три ролика, где показал, как игра выглядит на Poco F2 Pro, на iPhone 13 Pro Max и на iPhone 8 Plus. Так что можете перейти, посмотреть. А на этом все. Пишите свои дополнения в комментариях. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok